АПЛОДИСМЕНТЫ Наш разговор про жизнь мы сегодня назвали так Мифы о печени Вот это хорошая печень человека Это, кстати говоря, ее оболочка Вот такая серенькая, она раскрыта И будем разбираться с нашей печенью У нас первые гости АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте мы с вами, во-первых, познакомимся Как вас зовут? Я зовут Анжела Анжел, вы к нам откуда приехали? С Московской области Из Московской области? А кто вы по профессии? Я по профессии бывших медработников не бывает Но, тем не менее, скажу, что я в прошлом работала медсестрой Медсестра? Да Ой, нам очень приятно Занимаюсь традиционным бизнесом Каким? Ну, предпринимательским Ну, ясно Ну, зря вы ушли из профессии Итак Что вы, человек грамотный, профессиональный, знаете о печени? Знаете, я считаю, что алкоголь, конечно, вреден для здоровья, да? И он влияет очень сильно на печень Поэтому считаем, что цирроз печени именно у алкоголиков У тех людей, которые употребляют Много пьют Много пьют, да Злоупотребляют Злоупотребляют То есть, можно сказать так Печень убивают большие дозы алкоголя Абсолютно Согласна, да Миф это или правда? Кто считает, что большие дозы алкоголя действительно убивают печень? Прямо все Кто считает, что это необязательно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек Причем они руки так тянут А мы против Алкоголь, это не страшно Да, не страшно Так, Дмитрий Николаевич, большие дозы убивают печень? Большие дозы алкоголя, конечно, убивают печень Но вообще это миф Потому что любые дозы алкоголя печень убивают Печень, как детоксикационная станция нашего организма Орган, который обеззараживает огромное количество вредных веществ Постоянно находится вот в этой напряженной работе В процессе переработки алкоголя в печени Причем любых его доз Происходит образование очень ядовитых веществ И сами эти ядовитые вещества То есть, печень нас спасает от них А сама начинает погибать Поэтому даже Дайте, дайте, Лена Васильевна Я в перчаточках возьму, чтобы Хоть бутылка Хоть рюмочка А, может, вы дадите нашей гости Разрушить чуть-чуть печень? Вот попробуйте Вот рюмочка Берите Рюмочка безопасная Новогодняя рюмочка День рюмочка на день рождения Вот, видите Ну, что мы уже видим Понятно? Моментально происходит А это происходит не в один момент Это занимает немного времени Можно даже не помогать Если каждый день 80 мл алкоголя крепкого принимает Женщина в течение 5 лет А мужчина в течение 10 лет То вот результат будет вот такой Впечатляющий результат Впечатляющий То есть, не важно Много алкоголя или нет Важно, есть он Да Или его нет Если есть Печень будет уничтожаться Независимо от дозы Я даже знаю, что есть такой термин У дипломатов, да, Дмитрий Николаевич? Коньячный цирроз Потому что коньяк сам по себе Это крепкий алкоголь Так же, как водка И то есть, в его Ацетальдегид образуется в печени И при детоксикации коньяка Но в нем еще есть вещества Которые сами по себе Еще более агрессивно влияют на печень Чем чистый алкоголь Поэтому небольшие дозы 40-50 мм Я думаю, что просто дозы На дипломатических приемах коньяка не ограничили Нет, Герман Шайч На самом деле Даже коньяк Который традиционно пьется В маленьких дозах Приводит к развитию цирроза Поэтому дипломатический цирроз Это не цирроз алкоголика Это цирроз интеллигентного Красивого, успешного мужчины Который по капельке принимает Поэтому с точки зрения печени Любая доза алкоголя Для печени смерть Вот такая Без вариантов Так что То, что только большие дозы Убивают печень Это миф Убивают и маленькие Спасибо вам большое Садитесь, пожалуйста А у нас еще один гость Как вас зовут, скажите? Валентина Чем вы занимаетесь? Откуда вы к нам приехали? Из Московской области Да? А из какого города? Люберцы Из Люберец? Да А что преподаете? Математику Математику? А вот моя учительница математики Анна Ивановна Юмельянова До сих пор Мы с ней переписываемся Дружим И это такой Самый яркий след Моей школьной жизни Когда она Рассказывала нам Как доказывается теорема Она вставала и говорила А здесь мне хочется встать Выпрямиться И снять шляпу Поэтому мы обожали Вообще эту математику Больше всех наук Мне очень приятно С вами встретиться Ну что вы о печени знаете? Я считаю Что даже Самые малые дозы алкоголя Отрицательно влияют на печень Ее разрушают Чтобы ваша печень была здорова Нужно вести здоровый образ жизни И не употреблять алкоголь Вы алкоголь не употребляете? Не употребляю То есть мы можем сказать Что вашей печени ничего не грозит? Ничего не грозит Значит заявление такое Сформулируем его так Только алкоголь Главный враг печени Если я алкоголь не употребляю То моей печени Ничего не грозит Главный враг алкоголь У меня исключен Кто Считает что да Хуже врага чем алкоголь Нет у печени Поднимайте руки А кто считает Что есть еще какие-нибудь враги? А вот интересно Какие еще враги? Тортик Ага Все таки вы знаете Герман Шайч Какие же еще есть враги У печени? Будем говорить О высококалорийной Жирной Пище Итак Еще один враг печени Это Жир Почему? Давайте мы такой опыт проведем Возьмите ложечку Герман Шайч Объясните нам почему А потом опыт покажем То есть В принципе существует Такой термин Жировое Гепатоз Это тогда Когда поступает Большое количество Жира и энергии В организм Мы Накапливаем этот жир В том числе Этот жир накапливается В печени Это приводит Нарушение Печеночных проб И в дальнейшем Нарушение функции печени Итак смотрите Вот мы едим Много жира Вот я Показываю Сколько много А печень К нашему жиру Относится как к яду Так же как к алкоголю Она пытается его переработать И вывести Вот вы печень Она с определенной скоростью Может это делать А я человек Который ест жир Это мороженое Сливочное Вот я наедаюсь А вы пожалуйста А печень пытается переработать Перерабатывайте Давайте Вот это ваша тарелочка По переработке главное Давайте 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 Вот годы идут Печень выбивается Из сил В сравнении То что происходит В вашем организме Печень вот это А вот это то Что она может сделать Ну кто кого По-моему Совершенно ясно Еда вас Да Итак Жир Это враг Ничуть не меньше А зачастую И больше Чем алкоголь Для печени И в России Проведены Очень большие Серьезные исследования На непьющих людях На людях Не употребляющих Алкоголь Оказалось Что у каждой Третьей Непьющей Женщины Жировое Перерождение Печени Можно что-то Сделать Или нет Нужно Нужно А давайте Теперь посмотрим Что с печенью Происходит Вот эта клетка Печени Изнутри А вот это Тот жир Который ему туда Вводит Накапливается Печень Что произойдет То есть в принципе Жир накапливается Накапливается И теперь вы посмотрите Что произойдет Клетка растет Из-за того В печенье Увеличивается До тех пор Пока она не входит В апоптов Или умирает Ой Ёфи Вот и все К чему это приводит Жировая болезнь печени Так же как и алкоголь Знаете что это такое? Цирроз печени Цирроз печени Вы образованный человек Это цирроз печени Выход Жареное мясо Нельзя Диета Что жареное мясо Там жир Жарим-то мы на жире Все жирное Впрямую Надо исключать И вы знаете Когда этот вопрос встает Он встает Когда ребеночку Нужна печень Его печень плохая И родителям Предлагают Стать донорами Для ребенка Вот исследуют родители Находят Жировую болезнь печени Только одно назначение Исключить алкоголь И все жирное Через три месяца У них совершенно здоровая печень Совершенно здоровая печень Все возвращается в свою колею То есть это обратимая причина Которую можно лечить Поэтому вот это исключить Вот это включить И через три месяца Ваша печень будет Как новенькая Понятно? Понятно Спасибо вам большое Садитесь пожалуйста И еще один гость У нас сегодня Так Как вас зовут? Меня зовут Оксана Оксаночка Чем вы занимаетесь? Откуда вы к нам приехали? Московская область Город Лобни Я по профессии продавец Чем торгуете? Продукты питания Продукты питания? Ну прекрасно Ну что? Что вы знаете о вашей печени? Я знаю что желтуха Это самый первый признак Заболевания печени И ни о каком другом заболевании Уже желтуха не говорит Абсолютно Ну на самом деле Откуда вообще берется желтуха? Вы знаете? Вообще-то заряжается Насколько я знаю Это гепатит С А почему вообще? Почему мы желтеем? Гермишеч Откуда этот желтый цвет? Создается концентрация Белирубина И он окрашивает Наши кожные прокровы И слизистые В желтый цвет А вот если начать Судьбу Белирубина С самого начала То он знаете Из чего образуется? Нет Из гемоглобина Ну мы еще не спросили Нас зал Не попросили проголосовать Давайте мы попросим Наш зал проголосовать Кто считает Что желтуха Это признак Болезни печени? А вот кто считает Что желтуха Может быть связана Не только с печенью? Ну намного меньше людей Намного Намного Первое Почему человек желтеет? Откуда вообще? Какова судьба Вещества Которые становятся желтым? Когда наши кровяные клетки распадаются Остается гемоглобин Гемоглобин разрушается И в принципе Происходит обмен в белирубин В тот момент Когда концентрация белирубина Высокая А белирубин конъюнгируется в печени Наши покровы окрашиваются В желтый цвет А есть три причины То есть по стадиям Три причины повышения белирубина Первое – повышенное разрушение Кровяных клеток Второе – когда печень Функционирует плохо и разрушается Третье – когда есть застой желчи Итак, смотрите Первая причина Вы правы Конечно, печень может быть причиной желтухи Белирубин вырабатывается в печени Он выделяется в желчный пузырь С желчью должен попадать в кишечник И если этого не происходит То он всасывается в кровь И человек желтеет Но вы все знаете, как образуется синяк Да? Ну да Вначале покраснение Потом посинел, почернел И пожелтел Вот это тоже процессы превращения В результате которых образуется белирубин Но распадается в данном случае гемоглобин Главное вещество наших красных клеток И вот смотрите Сейчас мы здесь с вами пройдем все стадии синяка К сожалению, такая ситуация бывает Когда у человека есть болезнь Разрушение красных клеток крови Она к печени не имеет отношения Она называется гемолитическая анемия И вот представьте Вот кровь красная Здесь красные клетки И гемоглобин Вот начинают разрушаться красные клетки И как при синяке Образуется синяя жидкость Вот они продолжают разрушаться Жидкость чернеет И продолжает разрушаться А теперь у нас появляется большая концентрация Неконюнтированного белирубина Образуется белирубин И наша кровь желтеет Желтеем и мы От того, что в крови Распадаются красные кровяные клетки Вот это стадии синяка А это мы вам показали Как химический синяк образуется Из гемоглобина Через гемосидерин Беливердин И еще целый ряд веществ Образуется белирубин Так же точно, как и в печени Поэтому желтуха Это в принципе тревожный признак Но связан он не только с болезнью печени Это может быть и признак заболевания крови У младенцев, кстати, есть физиологическая желтуха Сразу после рождения Потому что у них происходит реорганизация крови И кровь распадается Которую он получил от мамы Возникает гемолитическая желтуха Такой же точный механизм Поэтому это миф Желтуха не является признаком поражения Только печени Еще и болезни крови Понятно? Понятно Спасибо вам большое Ну что, три мифа о печени Мы сегодня с вами обсудили На самом деле, как ни крути К печени нужно относиться серьезно Потому что без этого органа нам не жить Но вы знаете, что самое главное? Печень – единственный орган в организме Который обладает одной уникальной функцией Феноменальной регенеративной способностью Можно оставить 25% печени Она полностью срегенерирует Регенерирует, то есть восстановится Даже из четвертушки печени При тяжелых операциях Полностью восстанавливается вся печень И мы вам хотим напомнить Одну ящерицу, которую называют саламандра Потому что она обладает таким уникальным свойством Если ей отрубить хвост, то хвост у нее целиком и полностью восстановится И она вновь будет жива и здорова Вот только наша печень, как саламандра Единственный орган в организме Способен восстанавливаться Представляете, какие силы люди прикладывают Чтобы все-таки дожить до цирроза Это честно Надо постараться Поэтому берегите себя И это все про жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!